Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 134. Наша лекция проходит в Срединском монастыре, а записывается она редакцией портала экзегет.ру. В 134-м псалме мы видим прославление Господа как величайшего из богов, властелина Вселенной и Спасителя своего народа. Скорее всего, данный гимн исполнялся за одним из религиозных праздников в Ветхозаветном храме. В первых стихах звучит призыв к стоящим во дворах Дома Божия рабам Господним восхвалить имя Господа. Затем следует описание его власти над стихиями природы, войсками фараона и ханаанскими племенами. Всевышний будет судить свой народ с милостью. Напрасна надежда язычников на своих идолов, которые сделаны руками человеческими. Завершается Псалом повторным обращением к стоящим в храме людям, священникам, левитам и всему Израилю благословить Господа. Такова композиция Псалма. Для данного гимна характерна стройность композиции, повторкующих слововыражений, употребление собственного имени Господа. В начале Псалма четыре раза используется слово «хвалить». В последних стихах четыре раза слово «благословить», «благословляйте Господа». Имя Господь встречается шесть раз в первом обращении к собравшимся в храме людям и шесть раз в заключительном призыве славить Господа. «Аллилуйя! Хвала Господу!» начинает и завершает Псалом. По времени появления данный гимн является, наверное, одним из последних в Псалтыре. Его текст скомпилирован из кусочков других псалмов и намеков на иные тексты Ветхого Завета. Псалом 134 – это не единственный пример литургического гимна, составленного из цитат из других библейских книг. Его особенность заключается в том, что в отличие от некоторых других псалмов, которые подражали одному прототипу, например, книге Исаии, данный псалом пытается охватить ключевые идеи из всех главнейших разделов древней еврейской Библии – закона, пророков и Писания. Первые стихи Псалма. В первых двух стихах мы встречаем выражение «Хвалите имя Господне». Эти слова переплетаются с началом предыдущего гимна, и при этом автор 134-го Псалма в параллели к Дому Господню добавляют указания на дворы Дома Бога нашего. Как и в случае с предыдущим псалмом, невозможно точно определить статус рабов Господа, стоящих в Доме Господнем. Были ли они священниками, левитами или рядовыми паломниками, мы точно не знаем. Цель собрания в храме – прославить имя Господа, воспеть песню в его честь за праздничным богослужением. «Любящие имя Господа и уповающие на Него радуются Его покровительству». Воспевать имя Господне – благо, ибо это сладостно. Такое пение несет с собой радость. Имя Господа в начале третьего стиха имеет краткую форму, а в целом выражение «Хвалите Господа» – «Халилуйя» служит основой для троекратного повтора «Аллилуйя» в надписании, в середине и в заключении Псалма. Две половины четвертого стиха являются синонимами. «Яков» и «Израиль» – это одинаковое обозначение народа, избранного Господом себе в собственность. Хотя слово «завет» в четвертом стихе не используется, однако контекст предполагает, что основой для особых отношений между Господом и избранным народом, конечно, является «завет». Редкое слово, переведенное на русский язык как «собственность», может указывать на частную собственность светских лиц в виде изделий и драгоценных металлов, а также на «Израиль» как собственность Бога. «Израиль дорог Богу не потому, что он сильнее и многочисленнее других народов, а потому что сам Бог возлюбил этот народ, явив тем самым пример своего милосердия по отношению к людям». Слова «я познал» от лица народа скорее всего произносил ведущий певец, оратор, возможно, им был священник. Тем самым он как бы говорит, «То, что познал я, вы тоже должны знать. Господь выше иных богов». И эту истину в свое время познал тесть Моисея Иофор. Автор Псалма считает само собой разумеющимся, что другие боги существуют, однако Господь сильнее их, потому что Он творит все, что хочет. Господь властвует на небе и на земле, над морями и безднами. Используя четыре пространных термина «Небо, земля, море и глубины», автор Псалма указывает на безграничную власть Бога над всем творением. При этом он перемещает точку внимания читателей с неба к морским глубинам, проходя через промежуточные этапы в виде земли и поверхности моря. Господь властвует не только над силами укращенной природы, он также властвует над безудержными стихиями. Грозовые облака, молнии, дождь и бурный ветер словно сидят в его кладовых, пока он не разрешит им выйти. Нарисованная картина напоминает один из тех штормов, которые по временам проносились над Палестиной. Если отбросить в сторону естественно-научное познание о мире и взглянуть на него глазами поэзии, то собирающиеся в атмосфере облака действительно словно поднимаются вверх до края земли, то есть с линии горизонта к центру небосклона. Восьмой-двенадцатой стихи. Для иллюстрации власти Господа над миром людей псалмопевец подбирает из истории древних евреев три знаковых события. «Совершение знамени и чудес в Египте, последним из которых было поражение первенцев, истребление сильных языческих царей и завоевание земли ханаанской в наследие Израиля». Неприметная на первый взгляд ремарка «среди тебя Египет», который является обращением ко второму лицу «ты», подчеркивает важность Египта для читателей псалма. Слово «фараон» не было официальным титулом правителя Египта. Это была описательная конструкция, позволяющая обойтись без упоминания царского имени и какой-либо оценки деятельности текущего руководителя государства. Фараонами могли стать не только коренные египтяне, но и иностранцы. Так, например, в конце VI, в начале V века официально фараонами Египта считались персидские цари Ахимениды, а в конце IV века Дрожество Христова Александр Македонский, а после смерти него Птолемии, потомки Диадоха Птолемия I, упоминаемые в псалме рабы фараона, скорее всего, были слугами. Возможно, они были не рядовыми подданными, а чиновниками, выполняющими существенные функции в управлении государством. Амарийский царь Сигон считался великим и могущественным царем. Царство Сигона располагалось на восток от Мертвого моря, севернее Моавитских земель. Согласно Библии, в территорию Сигона входила часть пустыни Арава между Ябоком и Генесарецким озером. Столицей царства Сигона был Ессивон, завоеванный им у моавитского царя. Пять мадианитских царей, убитых израильтянами, в прошлом были вассалами Сигона. Амарийский царь Ог правил областью Вассан на восточном берегу реки Ордан, которая располагалась севернее Сигона и включала в себя голландские высоты, в том числе и горы Ермон. Ог был последним из живых на Земле на тот момент рефаимов, библейских гигантов. Согласно Священному Писанию, железный одр Ога был размером в 9 локтей в длину и 4 локтя в ширину. То есть это где-то 4 метра на полтора метра. Если взять во внимание, что локоть был равен примерно 45 сантиметрам. Длительное время это ложе Ога хранилось в столице Аманитян. Сион, Сигон и Ог были первыми двумя царями, побежденными израильтянами на пути завоевания Ханаана. Самопевец добавляет и все царства Ханаанские. Не вдываясь в подробности касательно наименований народов на западной стороне реки Ордан, которые также были покорены израильтянами, земля Ханаанских царей была передана Богом в дар своему народу. Повторенное дважды слово наследие объясняет постоянные претензии Израиля на данной территории, которые имели для него сакральный статус в силу того, что, как верилось, их завещал народу сам Бог. Две строки из раздела 13-14 стихов параллельны между собой и имеют внутренние параллели. Основой для поэтического параллелизма в 13-м стихе являются синонимические слова имя и память. Вечное имя Господа значит, что Господа всегда будут прославлять как Бога. Память свидетельствует о степени почитания в народе. Таким образом, псалмопевец желает сказать, что прославление Твоего имени Господи никогда не умолкнет, о Тебе будут помнить все поколения. Слова судить и умилосердиться связывают две половины 14-го стиха. Еврейский глагол судить в данном случае говорит не об осуждении для наказания, а о защите подсудимого в суде для последующего оправдания. Псалмопевец ожидает от Господа защиты перед лицом чужих народов. В ответ он ставит в параллель понятие народ и рабы. Его народ это его слуги. Прославление Господа за его память о своем народе служит вставной ремаркой и переходом к следующему разделу. К пению солистов присоединяется все собрание молящихся в храме, чтобы не только вспомнить о былых событиях прошлого, но и поразмышлять о вечных истинах, актуальных из рода в род. Все они поклоняются Богу, который, как сказано в песне Моисея, будет оправдывать и проявлять сострадание к своему народу. 15-18 стихи. В отличие от всемогущего Господа, боги других народов не могут ни видеть, ни слышать, ни говорить. Их идолы бессильны, ибо они сделаны из золота и серебра руками людей. В параллельном тексте из 113 псалма характеристика идолов затрагивает все органы чувств. Идолы там также не обоняют, не осязают и не ходят. В конечном итоге для автора 113 псалма идолы не способны сообщить человеку что-либо важное, ибо они не издают голоса своей гортанью. Автор 134 псалма более категоричен. Для него идолы вообще бездушны, мертвы, они ни к чему не способны, ибо нет дыхания в устах их. Вряд ли словами «да будут делающие идолов подобные самим идолам» воспринимаются псалмопевцам как некое проклятие в сторону идолопоклонников. То, что на первый взгляд кажется пожеланием, может быть просто некой констатацией факта. «Верующие в бездушных идолов и сами становятся подобными истуканам». 19-21 стихи «Благословлять Господа призваны все люди, весь народ как одна семья, священники, левиты и, наконец, пришедшие в храм на поклонение Господу, боящиеся его». В иных псалмах может опускаться упоминание о левитах. Левиты помогали священникам в служении при храме, охраняли Дом Божий, играли там на музыкальных инструментах, поэтому авторы других псалмов могли причислять их, так сказать, к духовному сословию священства в целом. Заключительная строка гимна «Благословен Господь от Сиона» в целом повторяет мысль завершающих слов предыдущего псалма. «Да благословит тебя Господь от Сиона». Однако, если в других псалмах Сион служит местом, с которого Господь неспосылает свои благословения на людей, то в данном случае это место, с которого люди посылают встречное благословение в адрес Господа. Подведем итоги. «Данная песня прославления Господа актуальна для всех, кто считает себя принадлежащим к семье Божьих избранников. Таковыми избранниками, царственными священниками, людьми, взятыми в удел, по апостолу Петру являются все верующие в Иисуса Христа». Данный псалом не ставит за цель увести мысли читателей в далекое прошлое израильской истории. Его задача показать, что как в основе законов мироздания стоит воля Создателя, так и в основе общественных отношений может стоять благоволение или гнев Творца. Бездушные идолы не могут изменить ход истории, но горе тому обществу, которое почитает своих кумиров как Творцов истории. Особенности литургического исполнения гимнов в ветхозаветном храме солистами, хором или всем народом снова-снова свидетельствуют о том, что вера и поклонение Творцу воспринимались как часть общественной жизни, а не частная убежденность какого-либо индивидуума. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...